МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Лозница, Филипп Римуда, Мантос Кведравичус, посол Украины в Латвии Евгений Первейнис, латвийский политик Сандра Калнета и исполнительный директор Центра исследования политики Восточной Европы Андис Ударс. Я за последние два с половиной года задаю этот вопрос практически всем своим друзьям из мира культуры. Как на вас повлиял Майдан, повлияла украинская история, повлияло начало военных действий, вообще война на востоке Украины или военный конфликт, можно так это называть. И я слышу ответы в диапазоне от одного крайне утонченного и крайне известного драматурга и режиссера из Литвы. Я заставил себя превратиться в солдата этой войны, и это будет так до конца. До ответа не менее утонченного поэта из Украины, который говорит, я не впускаю в свое сознание войну, я сделаю все, чтобы она не касалась меня как художника, но она приходит в мои сновидения. Мы с Виталием хотим сегодня поговорить о том, как война изменила общество. Общество, украинское общество, российское общество, европейское общество, латышское общество, любое и ваше близкое окружение. Я очень люблю начинать такие разговоры с личной вовлеченностью. И профессиональное сообщество. И профессиональное сообщество. Кстати, весьма очевидно изменилось в результате событий и разделилось, я бы так сказала. Как и общество в целом. И давайте мы сегодня об этом попробуем поговорить. Я бы начала с наших украинских коллег, если можно, с Алисой и Романом. Что изменилось с началом военных действий? Ну, я сначала даже могу сказать о том, что вообще у нас вырос интерес документальному кино, потому что все события, которые произошли, это как раз, это то есть только документальное кино, потому что для игрового нужно время осмыслить. И вообще в связи с этим, как бы, мне кажется, что нашему обществу пришлось повзрослеть, пришлось взять на себя ответственность. И меня вот поразило, я уже об этом говорил, на обсуждении фильма своего о том, что у нас вот первые месяца войны было очень сильное волонтерское движение. И фактически благодаря волонтерскому движению вообще армия как-то существовала. То есть это продовольствие, лекарства. И это говорит о том, что появилось гражданское общество, то есть вот зародыш этого гражданского общества, появилась вот ответственность за свои действия. И это вот из таких тенденций, вот изменений в обществе. Это то, что мне очень хотелось бы сказать. Алис, спасибо, Виталий хотел. Я хотел в контексте двух, а даже трех дней и пяти показанных картин, напрямую сопряженных с событиями в Украине, и их обсуждения с аудиторией, задать вопрос, который мы даже не успели с Леной еще обсудить. Вот вчера Роман на нашей дискуссии сказал достаточно важную вещь, такую, так сказать, важную для обсуждения, что, скажем, истории, документальные истории о сепаратистах, о людях, которые нарушают закон Украины, для него неприемлемы, потому что, и как для программера фестиваля, невозможны для показа, потому что сама, ну, так сказать, само внутрь, как бы, они отторгаются в восприятии, они не, их, то есть вопрос был такой, что фильмы, грубо говоря, с другой стороны, тем не менее, создают объем для понимания. Другая сторона во время войны – это сторона противника. И если я правильно тебя цитирую, я хочу предельно точно это сделать, поэтому, так сказать, подбираю слова. Ты сказал, что это для вас невозможная тема, так сказать, закрытая тема. Неуместная. Неуместная тема. Неуместная тема. При этом в мировой культуре, в игровом кино, в художественной литературе отрицательный персонаж или персонаж, ну, отрицательный персонаж – это всегда очень важная драматургическая составляющая. Вообще зло – это важная драматургическая составляющая большого искусства, большой культуры. Вот, скажем, мне, при том, что я, как вы знаете, вы знаете, где находится мое сердце, но при этом… и все остальное. Но я бы хотел увидеть фильм о Мотороле. Вот с учетом того, что этого человека уже нет… Это будет сложно теперь. Вот, но… Да, но если бы кто-то снял эту картину, я бы хотел увидеть эту историю этого абсолютного зла. Абсолютного зла. Для того, чтобы, может быть, увидев это зло, больше и точнее почувствовать силу добра. И говорю это еще в том контексте, что, например, еще вот есть такое обстоятельство, что вчера мы получили достаточно жесткую реакцию на фильм Филиппа от некоторых зрителей. И получается так, что зритель по определению ждет от освещения Украины только определенный вектор. Иными словами, я бы даже так позволил себе такое грубое сравнение. А Украине или хорошо, или ничего. Но Украина жива. Украина развивается. И может быть… И, кстати, сказать, я хочу и в том числе разобраться, что происходит с гражданским обществом на Украине, как оно развивается. Может быть, оно уже входит в те фазы, когда его можно и нужно критиковать. Это уже не вопрос, скажем, документального кино, а в целом общества. Потому что, скажем, в России понятно, что происходит. Ну, допустим, Путин уйдет туда же, куда ушел там Моторола когда-нибудь. Ну, жизнь же конечна. Навальный станет там, я не знаю, президентом и поселится в заливной резиденции Сечина. И что, потому что Навальный был всегда хорошим парнем, нашим другом, так сказать, сидел в тюрьме. Мы не можем больше слова сказать о Навальном? Нет, я хочу, если так произойдет, ну, я надеюсь, Леша, так сказать, будет хорошим парнем, но тем не менее, я хочу, чтобы общество было свободно в критике и того, что происходит. То есть о Украине все-таки только хорошо или ничего или о Украине все? Внутри Украины общество очень свободно критикует власть. Очень много, я вообще знаю очень мало людей, которые поддерживают до сих пор президента. Это очень маленький процент, он потерял вообще большой процент поддержки. И все свободно критикуют по-своему, по-своему, фильм о Мотороле. Да, можно я о Мотороле? Я вот пару недель назад прочел опус известного российского писателя Прилепина о том, как он ездил пить водку к классному парню Моторолу. Меня тошнило еще, наверное, там, неделю после этого прочтения, потому что это похоже на какой-то соцреалистический такой, совершенно красивый текст, где он пишет, что, описывая все посты охраны, какие бы привезли, мужественный взгляд сильного человека сразу там обжег меня, красавица жена могла быть, легко ее можно представить, женой генерала. То есть, они пили водку, говорили о хохлах почему-то, пришли к выводу, естественно, что хохлы это, ну, как там, меньшие братья, которые, ну, шебрушные, но когда-нибудь успокоятся, и это публикуют, ну, большие интернет-издания, и это люди читают. то есть, то есть, нет, нет, почему, я просто говорю о том, что представлена очень хорошо та сторона, она представлена даже с избытком, потому что, если мы говорим о людях, которые там могут критиковать Порошенко и власть, это, ну, это есть, и этого много. Если мы говорим о сепаратистах и вот той стороне, то это точка, ну, то есть, что есть вот той стороной? Той стороной есть официальная позиция России, это есть Путин, это есть, ну, вот, вот та сторона представлена отлично. То есть, она до сих пор вещает в Украине, она до сих пор промывает нам мозги и вам, и нам, и... Как они вещают в Украине? Ну, российские, ну, по спутнику все их смотрят, все их смотрят про радиоактивные пепли. Вот есть Грэм Филлипс, который прекрасно снимает себе в ДНР сепаратистов и все это, у него куча подписчиков на его Ютуб-канал. То есть, это инфуржация? Это ужасный человек просто. Как зовут этого человека? Грэм Филлипс, это он англичанин, который просто снимает, он вот снимал пленных, когда били, там, и... ну, это смотрят очень много людей, все это видят. Ну, вот как раз попробовать снять саморазоблачающий фильм об этом, то есть, не приветствующий, не изнутри ДНР. Но это сложно и для украинского, там, режиссера или журналиста невозможно, потому что никто просто не пустит это сделать. Вот, ребята, можно я уточню вопрос, потому что мы сейчас говорим про одну и про другую сторону, имея в виду воюющие стороны, да, там, вот, Украину и сепаратистов, например, а есть еще и такая сторона, как гражданская... Украину и Россию, давайте называть вещи своими именами, потому что сепаратисты это просто ширма. Давайте теперь скажем о том, что эта война для начала не объявлена, ни с какой стороны, а это очень важно. И появляется тогда двойной дискурс. С одной стороны, мы понимаем и говорим, вот мы сейчас здесь говорим война-война, а это не существующая вещь на политической сцене. Все говорят, мир-мир, никакого мира нет, это ложь. Возникновение вот этой лжи это то новое, что привнесло это время, причем со всех сторон, причем точно так же в Украине, в России, как и, например, в Германии, Франции. Это ложь. Там идет война. Сергей Лазница, спасибо. Александра, хотела сказать. Я политик. И с первых дней украинской революции я жила вместе, я была также в этот кровавый день на Майдане, когда все повернулось, и я была в Раде, когда собирались депутаты на голосование, и в своей работе я очень много занимаюсь украинскими вопросами. Но, тем не менее, мой бэкграунд, я историк искусства. Так что я как бы, когда-то в молодости, я была в этом мире, в котором вы сейчас работаете, и вопрос о том, когда что делать, я думаю, очень существенный вопрос для любого искусства. Я глубоко уверена, что в ситуации, когда идет гибридная война информации, что очень важно, это накопить эту правду, чтобы потом, когда уже есть время осмыслить, можно показать не только то, что ожидают, например, для меня тоже неприемлема сторона Донецка, Луганска, я просто не воспринимаю это, но чтобы можно было сделать это сравнение добро и зло потом уже. Сейчас такое сравнение будет непременно использовано в этой гибридной войне, и она будет манипулироваться. Спасибо, Санри, очень важное, очень важное замечание, но я бы сейчас хотела к Филиппу Римонде обратиться, потому что как раз в его фильме есть третий участник всего этого процесса, я имею в виду граждан, украинских граждан Донецка и Луганска, которые либо уехали оттуда, либо хотели бы уехать, но не могут, но почему-то оказываются стороной, которая отвечает за действия всех боевиков, и центральная сцена в фильме Филиппа, она об этом, о том, что как журналистка, которая оттуда приехала, она подвергалась там репрессиям, и она уехала совершенно сознательно, она патриот Украины, она уступает спор со своими киевскими новыми знакомыми, и они делают ее ответственной за все, что там происходит. Ну, как бы, если очень грубо говорить, все начинают мириться мертвыми. Вот у нас там, типа, говорят киевские, была небесная сотня, а вы теперь, значит, а ты теперь нам рассказываешь, как у вас там плохо, потому что страдают мирные мирные жители. Филипп, эту сцену критиковали зрители вчера? Я думал об этой критике, и должен сказать, что это госпожа, которая представила себя как гражданкой Украины, которая на мне обратилась по-английски, потому что не хотела пользоваться русским языком, она сказала shame on you, и ушла. Она сказала, что ты старанишь стране ДНР и glorификаешь жизнь в той стране, и ушла. Когда вернулась, сказала, через 20 минут она вернулась и сказала, извините, пожалуйста, я ошибилась в месту. Вспомните, 2008 год хотела сказать 68 год и ушла снова. Я повторяю, я ее хотел спросить, скажите мне, каким образом я glorификаю жизнь в Донецке, так называемой Донецкой Республике, и она ушла. Это для меня символическая встреча с этой женщиной, потому что она хотела выразить столько критику ко мне и не хотела меня спросить или отвечать на мой основной вопрос, в чем я glorификаю жизнь, так называемой Донецкой Республике, потому что я эту жизнь не glorификаю никак, в том числе не хотел и не старался glorификовать жизнь в Украине в целом. Ну, вообще говоря, Филипп Скунинг скорее к легкой сатири по отношению к любой действительности, которую он показывает, и сказать, что что-то он такое glorифицирует или делает глянцево, довольно не... Мы беседовали об этом фильме в Праге на филозофском факультете. Я беседовал за одним столом с Украинцами и с аудиторией и дискусия была примерно жесткая. И после той дискусии, когда мы встречали с Пивной, мы обсуждали этот фильм и мои позиции, несколько людей мне сказали «Ага, мы не поняли, что в твоем фильме тоже юмор и что ты через твои кадры объявляешь свою позицию». Мы это просто не привыкли, что в документальном кино выражение нет только через слова, а тоже через кадры. К чему я в этом фильме стремился? А скажи, мы вчера с тобой спорили после фильма? Более миролюбиво, чем с этой зрительницей. Но я тебя спросил, а можно ли, когда идет война, столь нечетко выражаться, столь, так сказать, дистанцироваться от четкого выражения своей позиции? Это был вопрос не утверждения. Но ты мог бы еще раз на него ответить? Я тоже думал об этом, о чем мы говорили с Виталием. И, например, Виктория в одной сцене фильма после того, как рассказала об своем опыте с Бомбежкой, как она испугалась в самом начале войны, она говорит про Путина. И сказала, хватит уже защищать русскоязычное население. Можно ты обращай свое внимание на русское население, которое живет в условиях, в каких оно живет? В России. В России, да. там много людей в разных моментах выражают позицию, которая идет против этой политики Кремля, которая вела... Мы же сейчас говорим о твоей позиции. Моя позиция выражается в этом фильме через позиции этих людей. Я через эту мозаику выражаю свою позицию, которую я не хочу выразить одним стихотворением и поэтому я старался сделать 70 минут долгий длинный фильм. Это моя позиция. Эта позиция не касается вопроса геополитики. Я не старался найти причину, почему кремлевская политика есть такая, какая есть, почему политика Евросоюза есть такая, какая есть. Я старался через микровстреч, обнаружить позицию людей, которых я как гражданин Чесской Республики не могу увидеть на наших телеканалах. Я хотел приближить не политикам, а людям, которыми я каким-то образом посвязан. Если это уборщая Таня, которая учительница русского языка и в Праге работает как уборщица, или если это ее семья, которую я случайно встречаю в Западной Украине, которая с частью из Донецкой области, это для меня важно, чтобы на принципе случайности какой-то я встречаю людей, и через этих людей я стараюсь понять, как они воспринимают эту ситуацию в своей жизни и в своей стране. Филипп, спасибо. Мне кажется, самое время Мантеса спросить о его творческом методе, потому что когда мы говорим о фильме, о художественном произведении, это всегда разговор гораздо более сложный, чем спор на кухне или разговор политиков. Вот фильм «Мариуполис», не случайно не «Мариуполь», а «Мариуполис», такой полис, греческий полис, если угодно, «Большой город, охваченный войной», это такое очень красивое произведение, очень красивое. Но, как сказала мне режиссер фильма «Десять секунд», который очень ценит ваш фильм, это фильм, снятый все-таки человеком из другой страны и снятый отстраненно. Вот есть и такое мнение. Она снимала людей, которые через несколько дней после бомбежки, когда пострадавшие люди, потерявшие свои семьи, выступают у него в кадре или рассказывают о том, как они чудно спаслись и так далее. Вот это волшебный «Мариуполис» Мантоса, несмотря на то, что там присутствует война, он как-то, я бы сказала, мерцает очень сложными смыслами. Что вы можете сказать о своей работе? И почему вообще и о том, как мы ее уже сейчас начали критиковать буквально? Ну, мы начали дискуссию с войны мира, но, и, конечно, это очень такие и усказывающие категории, да, если так, мы можем взять и называть войной то, что какое-то мировое общество объявит, или страны, воюющие страны объявят, если мы называем войну против терроризма, да, кто-то назвал, что есть такая война против терроризма, war on terror, с времен Буша, да, но в Мариуполе, да, в тот момент, когда я приезжал, было такое, вроде минское соглашение, перемирие, да, и для меня вот этот термин перемирие, да, между мирами, да, что это такое? Ну, то есть, это уже начинает ломать категории мира и войны, и в этот момент, конечно, вот это, не знаю, как сказать, диктомия, диктомия, это война или мир, потом, для Мариуполиса, ты за Украину или не за Украину, да, или ты, или, то есть, начинается, так называемый, identity politics, да, человеку, который в жизни, да, у него, его идентитет построен на многих вещах, ну, как, декомплексно, а тут ему надо сразу сказать, или эта сторона, или другая, I am Charlie, o, I am Charlie, то есть, и для меня вот это самое страшное, это для меня, вот это, вот именно вот этот момент, это насилие, это символическое насилие, которое порождает войну. Над кем? Над гражданином, то есть, жителям Мариуполиса, то есть, I am Charlie, I am Charlie. Определиться, это насилие? Конечно, не определиться, а это насилие. Определиться, это насилие? Еще раз. Есть вопрос, на который ты не хочешь отвечать, я прошу прощения. То есть, определиться своей гражданской позиции, это насилие? Я вас правильно слышал? Секундочку, есть вопрос, над которым я в жизни никогда не задумывался, и не задумывался бы, если бы ко мне не постучали в дверь и не сказали, ответь на этот вопрос. Какая у тебя национальность? Если ты не отвечаешь, тебя увезет в подвал и будет пытать. И это очень, для меня вот это, но это не на уровне, скажем, улицы, но это на уровне, то есть, мы можем называть это уровень европейской политики, да? Чтобы вступить в этот абстрактный европейский союз, да, с одной стороны, надо создать национализм, да, какую-то форму национализма, и только при условии создания какого-то националитического государства, Европа, это как мы называем, Европа, да, это сбор институций и дискурсов, они позволят нам выйти туда. Ну, я вообще как-то, я не согласна, у нас, ну, нету так, да, по поводу национализма, создать, ну, причем здесь есть гражданская позиция, и если ты гражданин своего государства, ну, то есть, тут есть разные совершенно категории, дело же не в создании, но уже Украина существует, как страна, то есть, и ты являешься там гражданином Украины, если ты не хочешь быть гражданином Украины, и хочешь отделяться, это сепаратизм, ну, как бы, есть какие-то понятия и категории, и, по-моему, в Мариуполе прекрасно люди определились, никто их не заставлял определяться, там все, по-моему, прекрасно было понятно, каждый определился уже давно. Тетя живет в Мариуполе, и она, на самом деле, ну, мы никогда не могли найти общего языка, потому что они вот шли голосовать за Януковича, потому что он красивый мужчина, например, или потому что он наш, в обиду нас не даст. И ей понадобился этот тяжелый опыт, чтобы переместиться в подвал своего трехэтажного дома, закупить продуктов, консерв на год, поставить там буржуйку, заколотить все окна, спрятать машину в каких-то гаражах за городом, и, сидя в этом подвале неделю своего дома, боясь выйти наверх, она начала постепенно определяться. И мне кажется, это важно. Ну, определиться. Определилась она в январе 15-го года, как я понимаю, когда буржки поняли. Ну, если мы послушаем на слово определиться, да, ее есть главное делиться, да. И это делиться, да. Делиться, да. И это очень насильное слово. Ну, в украинском языке оно совсем по-другому звучит. Да, но мы используем сейчас другой язык. Дьявол — это деление. Значит, самый идиотский вопрос, который я получаю от журналистов, ты чей режиссер? Белорусский, русский, украинский или немецкий? Самый идиотский вопрос. Почему? Потому что для меня этот вопрос несущественный, он не имеет никакого значения. Но для кого-то, кто-то приходит ко мне с чем-то, на что я не хочу отвечать, потому что это не имеет смысла никакого. Вот об этом речь идет. В эпоху войны приходится отвечать на этот вопрос. Да, вот-вот-вот. Но это и есть насилие, то, о чем говорит Манта. Это порождает войну. Это порождает, это взаимное, это как дракон, кусающий собственный хвост. Что порождает, что и кто порождает войну, тот, кто был свидетелем начала так называемой русской весны на Украине, вот сомневаться в этом не может. Ни слова порождают войну. Войну порождают переодетые в гражданское, в военные люди, которые туда приехали. Плюс среда, которая к этому подготовлена. Вот пусть эти гражданские люди придут во Львов и попробуют что-то сделать. Ничего у них не получится, потому что не готовая среда. Здесь я согласна. Потому что война это есть условие, которое необходимо. Вы помните, как Троцкий жаловался, что русского мужика нельзя погнать на гражданскую войну, не понимать, за что воевать. Нужно было время для того, чтобы объяснить этому русскому мужику, что нужно взять винтовку, и нужна была ложь, чтобы его за эту ложь и иметь. Рига, фестиваль документального кино Art Dog Fest, Украина, война и мир. Евгений, есть у вас комментарии уже к тому, что вы услыхали? Да, вы знаете, я абсолютно согласен тут с некоторыми выступающими, которые говорили о том, что документальные фильмы это субъективный взгляд все-таки режиссера, автора. И он имеет на это право. Но в данном случае нам нужно определиться с одним. В Украине действительно идет война. Как бы ее ни называли, АТО или не АТО, это идет война и война России против Украины. Когда есть война, есть обязательно агрессор и есть жертва. В данном случае, с точки зрения Украины, тут абсолютно все ясно, потому что не Украина пришла в Россию, а Россия пришла в Украину, и россияне убивают украинцев. И мне кажется, что, конечно же, очень важно, когда искусство, в том числе кинематограф, пытается, скажем, показывать разные точки зрения, это нужно. В этом есть смысл искусства, он не может быть односторонним. Но все-таки в таких понятиях, как война, есть еще понятие морали. Посмотрите, например, в России, несмотря на то, что они поддерживают эту войну, я не увидел, может быть, я не знаю об этом, но я не увидел ни одного стоящего, скажем так, высокого по качеству какого-либо произведения, или литературного, или кинематографа, который бы, скажем так, на высоком качественном уровне оправдывал эту войну со стороны России. Ну, нет такого. Потому что это, в принципе, невозможно. Когда есть агрессор, вот мы сейчас говорим о, вы задали вопрос, можно ли Моторолу как-то показать. Я думаю, что это, в принципе, невозможно, потому что эти люди, аморальны, а настоящий художник не может оправдывать... Не оправдывать? Оправдывать аморальность. Не речь о оправдании, речь о использовании в качестве материала для создания произведения. Ну, аморальных персонажей в литературе огромное количество. Шекспир... В истории искусства вообще огромное количество аморальных персонажей. Посмотрите диапазон шекспировских персонажей, там аморальных половина. Нет, ну я не исключаю то, что, скажем, какие-то такие персонажи могут быть в каких-то литературных, скажем, или других произведениях как персонаж, как эпизод какой-то, но общий настрой этого произведения, он не может быть на стороне, скажем, агрессора, на стороне аморальности, на стороне убийств. Поэтому я думаю, что всё-таки, и тут мы возвращаемся к ещё одному вопросу, который здесь звучал, что всё-таки автор должен занимать позицию. Автор не может быть, в том числе автор кинематографического произведения, не может быть его позиция размытой, потому что здесь есть добро и зло. Автор должен быть на какой-то стороне. То есть не только иметь позицию, но и... Мне сейчас хочется сделать фильм про Матероли. Тебе хочется сделать... Уже захотел, да. Фильм про Матероли. Отлично. Отлично. Ну, я не уверен, что этот фильм кто-то будет смотреть. Ваш фильм. Зависит от того, насколько талантливое это уже сделано. Потому что... Мы бы все... Я так чувствую, что у нас организуется... Этот фильм будет абсолютно провальным, мне кажется. Не-не-не, а я так чувствую, что у нас организуется такая компания. Вот мы прям занялись уже прям продюсированием фактически. Мне, например, было очень интересно сделать фильм про такого пропагандиста в ДНР, ну вот через... Ну, разоблачающий фильм через такого пропагандиста, потому что есть один американец, который занимается вот пиаром ДНР, и он вот искренне в это верит. И он такая... Вы понимаете, размытая позиция... Пример пропаганды. Размытая позиция, она играет на руку всегда злу. Нет, она играет на руку политикам. Политикам. Она играет на руку злу и в данном случае в войне. Потому что, когда мы начинаем сеять сомнения в глазах зрителей о том, кто же является виновником, кто же является агрессором, таким образом мы подталкиваем зрителя абсолютно на другую сторону. Александр, пожалуйста, да. Только полфразы. Я просто хочу сказать, как документалист, практикующий, простите, я иногда после съемок и общения с некоторыми своими персонажами не только руки мою, а душ принимаю. но это же не значит, что они часть нашей жизни и они должны быть в наших фильмах, а уже мое отношение к ним это другая история. А Северная Корея вот я снимал, да там, ну, так что, не снимать? Там просто, это, просто государство, управляемое убийцами, преступниками, это глобальное преступление перед человечеством. Ну, Виталий, там же ваша позиция, позиция сквозь фильм абсолютно четко. Я же вас поэтому спрашиваю, позиция, выраженная в фильме или позиция, существующая у автора? Вот у Филиппа как бы проблема, простите ради бога, у Филиппа как бы проблема, которая обсуждается, что у него есть позиция. Он сына своего назвал в честь Олега Сенцова. Вчера бегал пацан по сцене. Но свою позицию он считает как художник. Он не обязан выражать, четко формулировать в картине. Она есть, но это не публицистическая, ну, как бы не пропагандистская картина. Согласен, конечно. Это может быть в разном виде выражена позиция. Не обязательно нужно сказать, что я за на этой стороне. Но настоящий художник, он должен иметь свою позицию, она каким-то образом должна быть в этом фильме чувствоваться. Значит, можно снять фильм о убийце Мотороли? Конечно, можно. Даже нужно. Я чувствую, еще раз говорю, я чувствую, что у вас конечно можно и конечно нужно. Но вопрос-то совсем в другом. Я думаю, что здесь сейчас встречаются разные ситуации и концепции. Когда я слушаю Манта, Сложница и Филиппа, они все трое представляют свободную ситуацию, когда они могут выбирать, что они снимают, почему они снимают, они нейтральны или их позиция более активна, потому что они живут в мирной ситуации. Это та свобода, которая у нас как кожа уже. Для Алисы, для Романа и я думаю для других, которые непосредственно там, внутри, это просто невозможно. И поэтому вот эта дискуссия как раз столкновение этих двух ситуаций, в которых находится художник. Ситуация войны, которая выдвигает невозможные обстоятельства и требования для любого человека. Вот вы, Мантас, говорили, что то, что человек поставлен в ситуации политики идентифика, идентифика. Но это тоже, ведь не кто-то декретом его поставил. Это агрессия, которая создала эту ситуацию безвыходности. Либо он выбирает, либо он выходит вообще в иммиграцию, как поэт, который вы вначале говорили, либо он выбирает другую сторону. Мы живем в таких луксусных обстоятельствах, когда мы можем выбирать до какой степени, какой идентифика, в том или другом моменте мы хотим чувствовать более близким к нашему сердцу. Но когда идет война, я не думаю, что это возможно. Но то, что надо накоплять материал, что надо непременно показывать это, иначе мир будет очень плоским. Спасибо большое. Вы же сказали, что есть фильмы для аудитории, которая живет внутри, это один язык, и есть фильмы, которые для аудитории вовне, и это другой язык, огрубляя. Это немножко, я так понял, по-другому. Есть авторы, которые живут внутри, и они не могут в силу того, что они вовлечены в ситуацию, они не могут говорить. На самом деле это не так, потому что для меня это часть профессии, быть вовлеченным в ситуацию, иметь дистанцию. У меня может быть 80% рационального, 20% эмоционального. Эмоциональное возникает только тогда, когда меня что-то трогает и начинает волновать, а тогда дальше включается рациональное. И тут много говорилось о позиции, мне не нравится в принципе слово позиция, не хочу занимать никакую позицию. У меня есть взгляд на то, что происходит, и этот взгляд вы можете прочитать в каждом, как у любого другого автора, в каждом кадре. Проецирование этого взгляда, то, как ставится камера, как падает свет, как монтируется, как структурируется вот в этом, во всем существует взгляд, и не нужно дополнительно говорить о том, я за правых или за левых. И для меня цель любого фильма это попытка размышлять над тем, что происходит. Не стать на и сказать это значит зло, это добро. Понятие добро и зло это тоже значит такие абстракции, потому что а что мы будем делать с распределенным злом, например, тот, кто создает колючую проволоку, он совершает зло или нет? для концлагерей. Тот, кто делает этот газ, тот, кто придумал его. Значит, это очень сложное понятие. И еще нельзя, мне кажется, значит, перед тем, как я снимаю, говорить, я буду снимать разоблачительный фильм. Это уже начало пропаганды. Ну, что вы уже, зачем вы тогда снимаете, если вы все знаете? Вы можете снимать или идти делать картину, если вы не знаете. Если это есть поле исследования, потому что с камерой ты приходишь и видишь нечто, что ты не видишь в жизни. И то, о чем, может быть, мы, стоит говорить, о том, откуда и в чем причина этого конфликта. Не просто там ГРУ или там ФСБ, а причина, там есть причина у этого конфликта, есть причина. Да, но это уже тогда, когда начинаешь снимать, потому что я же не могу знать ситуацию сейчас. Я знаю, например, что там работает очень серьезная машина пропаганды. то есть, я это вижу, но для того, чтобы мне понять глубже, для того, чтобы мне задать вопрос в этом фильме, мне нужно туда поехать и увидеть это. И тогда я вижу что-то глубже. То есть, вот эти слои тогда начнут раскрываться. Я не могу их для себя начать раскрывать, пока я не внутри этого. Поэтому я сейчас себе что-то представляю. Представляю эту машину пропаганды, которой мне интересно понять, что там вот внутри кроется, где эти корни и вообще. Комментарий по поводу машины пропаганды. Значит, вот мы говорим, есть такая машина, она где-то там, какие-то злые люди производят какие-то злые смыслы, которые промывают нам мозги. На мой взгляд, ответственность за пропаганду несут те, кто поддаются ей, такую же, как и те, кто, понимаете, да? Составные части этой машины, те люди, на которых эта пропаганда действует. И тогда необходимо искать что-то, что не позволяет действовать в себе самом. Каждому человеку. Это интересно, то есть, как раз, да, в этом. Так, Сергей Лазниц, Алиса Коваленко. Мантис, пожалуйста. Если мы вчера говорили про субъективность, да? Я думаю, Украина в данный момент, эта субъективность очень какая-то, ну, она уникальна в том, что нету места, но внутреннее место, ну, какого-то отстроения. Ну, это часть, ну, я говорю, и тоже, это часть рождения какого-то особого национализма. Мне вчера рассказывали историю про Литву, и что кто-то там в 15-м, читая, что Литва была в 15-м веке уже, ну, как там литовцы там строили дома, так и так, и друг другу помогали. И я, как я себе так просто думаю, да, конечно, ну, это так, там, Литва. А если я, ну, то есть, открываю рациональное мышление про рождение нации, да, я вдруг понимаю, что Литва была сконструирована, да, в конце 19-го века. И тогда только я понимаю, насколько я глубоко верю в то, что у какой-то, у какой-то, скажем, страны или государства, это вся традиция уходит где-то, ну, мифологию глубины. Но это я, я как ребенок почувствую, что это, да, я так думал, и только мне, чтобы переключиться в какое-то другое мышление и понять всю конструкцию традиции, это очень трудно. И это, конечно, это как язык, который мы, мы родились в языке, мы не можем не использовать языка, да, а мы там существуют, но язык он нас создает и он нас и лимитирует. И для меня, вот сейчас Украина, я знаю, что, ну, многие, это невозможно, потому что у меня много, то есть, с многими украинскими художниками я общаюсь, я знаю, что там в каком-то уникальный момент, что там нет места отстранения, или я не знаю, не встречался с людьми, которыми может быть отстраненными, но быть отстраненным сейчас в Украине, как вы говорите, это быть отстраненным от языка, от языка, который вообще существует. Я тут поддержу тех коллег, которые говорят, что трудно украинской стороне отстраниться, просто по той причине, что либо какую-то семью затронули военные действия, либо кто-то из друзей в армии, либо что-то в этом духе. Сереж, можно мы дадим наконец антику? Одно слово, потому что не произошла дегуманизация в искусстве, потому что вот то, что произошло в 20 веке с Европой, не случилось в России, в Украине. Обратите внимание, как возникло это понятие киборги. Это оттуда, это из 19-го, это романтизм. Понимаете? Это язык романтизма. И это не случилось. Здесь я соглашаюсь. А эта дегуманизация предполагает отстранение, шаг в сторону и рефлексию над тем, что происходит. Соглашаюсь, но просто исторически мы имеем в виду с некоторым повтором. Моя такая теория, может быть, историки меня бы критиковали, что постсоветское пространство сейчас повторяет в искаженном виде некоторую конструкцию начала 20 века. Постсоветского пространства нет, это миф. Все, хорошо, мы продолжим. Андис Хударс. Дианикса, наконец-то. Здорово, спасибо. Да, наконец-то. Соломон через Библию нас учит, что тот терпеливый лучший того, кто побеждает города. Я его с терпением дождался. Но я присоединяюсь к дискуссии в таком сложной ситуации, когда уже все сказано, но не сказано еще мною. Так что, наверное, будет что-то, что уже другие коллеги сказали, но я бы разделил, как политолог, разделил бы на две части свою оценку. То, того, что я увидел вчера в фильмах, я смотрел четыре фильма пять часов подряд, выпил много чая, и хорошо, что я смотрел подряд, потому что для меня все эти четыре фильма были как бы части одного целого, одного целого фильма, который мне показал в разной плоскости, в разных измерениях то, что происходит в Украине. Но я бы разделил на две части. Да, одна часть, которая более черно-белая для меня, это часть международного права и политологии. Если я так смотрю на то, что происходит в Украине, это страна-агрессор, это Россия. Словом России, я не думаю всех россиян, я думаю, власть и тех, которые поддерживают эту власть в том, что она делает в Украине. Со стороны международного права можно смотреть на войну, есть честная война или нечестная война. Юс от белом есть на латыни такой принцип, и в этом смысле сторона, которая защищается, она ведет честную войну. Та, которая агрессивно нападает на такую страну, которая не угрожала ей, но это нечестная тогда. Ну, в этом смысле все черно-белое для меня. Я не солидарен ни с сепаратистами, ни с Владимиром Путиным. Это сторона-агрессор, сторона агрессии. Я солидарен с украинской властью в этой войне, просто говоря. Но, если мы смотрим тогда на людей, потому что эти фильмы для меня не про политику совсем, это фильмы про людей, которые живут там, которые вовлечены в войну, кто больше, кто меньше. Мне симпатична тоже идея, как бы где украинские шерифы занимаются своими делами, но там тоже через радио приходят новости про войну. Это очень интересные подходы, и они там все равно какие-то комментарии делают в сторону Путина и в сторону войны. Но я думаю, тут важно не нам, которые не вовлечены в войну, мы как будто здесь со стороны, нам важно не волноваться о том, что украинцы воспринимают чувствительно все. И это документальные фильмы тоже. Если, я не знаю, твои родственники или друзья погибают, меня друг недавно, я был в Киеве, водил по местам, где погибали люди, и показывал, вот здесь мои друзья стояли, вот тут мы пришли, один человек уже в мыр, наш друг, который, и через этот рассказ, они мне проводили по центру, вот там я видел самые цветы лежали в разных местах, и я понял, для них это очень лично. И с моей стороны ожидать, что они сейчас будут со мной обсуждать это на нейтральных категориях, это, ну, это аморально со своей стороны. И вот мы здесь можем тогда с режиссерами, да, мы можем, и те, которые не снимают кино, но живут здесь в Латвии, но следят за в том, что происходит, мы можем смотреть, да, более-менее нереально. Я помню, как критиковали Саакашвили, грузинского президента Грузии, что он был эмоциональный, кажется, это был с CNN, которое интервью у него брало. И я понимаю, сидят журналисты с CNN, все очень спокойные, все увырновешенные, смотрят с другой стороны, с другой стороны. Это журналистика, это хорошая журналистика. Я понимаю, Саакашвили, который эмоционален, на его страну нападает, там война. И просто я думаю, тут надо разлить, когда с кем мы что обсуждаем, и не волноваться, что у украинцев есть более такая эмоциональная реакция на все и на эти фильмы. Это нормально. Для меня фильм Филиппа, для меня было интересно даже, что он показывает другую точку зрения тоже, там ведь тоже люди. Если мы не смотрим, опять же, есть черно-белая сторона, но есть, если мы смотрим на живых людей, которые одни с другой, с одной стороны баррикад, другие с другой, режь, где все равно, повсюду, живая плоть, больно везде. Это живые истории. Для меня фильм про про Моторол не будет проблем смотреть. Мне будет интересно, как он дошел до этого. И там все равно будет какой-то human story у волка, который загрыз зайчат, у него свои волчата там в логове. И там тоже можно снять фильм, как они воспринимают волка, который пришел. И я этим самым не говорю, что нужно. Я не поддерживаю. Я против агрессии, я против войны. Но просто не во всех ситуациях мы сможем спокойно говорить, используя такие категории с одной стороны, с другой стороны. Если убивать людей, там много сторон нет. Я фильм не смотрел про... Я эти фильмы смотрел действительно про украинцев. И я сравнивал своими мыслями и эмоциями, которые я получал сам, разъезжая этим городам. Я не был в Донецке, Луганске, но я был в Харькове, Днепропетровске, я был в Крыму и в Львове, и в Киеве. И я был рад, что через эти фильмы я не получил что-то другое. Я не видел там пропаганды, меня не загоняли в какой-то угол, меня не загоняли в какие-то подготовленные ответы. Фильмы... Для меня эти фильмы были как повод для размышления. Я смотрел, я вообще думал про философию войны. Есть такая часть философии, философии войны, где люди расширяют, почему вообще война. И библейский принцип такой, где в послании Якова написано, что откуда война, откуда розни. Это из наших желаний, в наших делах. В этом смысле все очень пессимистично. Я не верю, что будет какой-то ситуации в развитии человечества, когда войны не будет. К сожалению. К сожалению. То, что мы можем делать, мы можем стараться контролировать зло, и смотреть вообще на понятие войны, как бы более-менее сконтролировать это, чтобы более-менее это было бы честно. Потому что я в этом смысле не супероптимист. Я оптимист в том, что мы можем договориться в чем-то. Но это уже тогда другой вопрос. Но фильм я посмотрел с интересом, и я думаю показать живых людей, показать, что бойцы там правого сектора не людоеды, а тоже парни, которые там со слезами на глазах поют эту песню про душераздирающий текст, про то, где меня там закопают в чужой стране и кто меня, чужие люди. Но это тоже живые люди. Я думаю это и весь смысл этих фильмов. Показать что чувствуют и что думают в фильме. Конечно документальный фильм можно использовать в пропаганде. Нужно думать в этом смысле чего, кому, когда показывать. Но эти фильмы я думаю не вышли из рамок хорошей документалистики и не загинали меня ни в один или ни в другой угол. Спасибо. Анти, спасибо большое за ваше продуманное и фундированное выступление нам. Было время, подумайте. Браво. Вы смотрели и слушали Радио Свободы. Мы на фестивале Art Dog Fest в Риге. Тема круглого стола Украина, война и мир. Режиссеры Виталий Манский, Роман Бондарчук, Сергей Лозница, Филипп Римонда, Алиса Коваленко, Мантес Сквидравичус, исполнительный директор в Центре исследования политики Восточной Европы Анди Скудерс, политик Сандра Калнета и посол Украины в Латвии Евгений Перебенис вела программу Елена Фанайлова. Редактор субтитров А.Семкин